В эфире программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Транспортную развязку на пересечении Зминогорского и Южного трактов в Барнауле должны начать строить уже в конце этого года. Что означают тихие выборы 2022-го и чего ждать от губернаторских выборов 2023-го? Участники дискуссионного клуба «Точка зрения» подвели свои итоги голосования. Футбол в обед. Почему традиционные матчи теперь могут начинаться настолько рано? Строительство транспортной развязки на пересечении Зминогорского и Южного трактов в Барнауле должно начаться в конце этого года. Напомним, приступить к строительству объекта планировали еще летом, но сроки сдвинулись из-за изменений в смете. Так, на строительство развязки ранее планировалось затратить около 4 миллиардов рублей, но после дополнительной экспертизы стоимость снизилась почти на миллиард. Ожидается, что ширина новой проезжей части увеличится до 16 метров, а расчетная скорость движения на развязке составит 60 километров в час. К тому же на выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной в полкилометра. Сообщается, что после реконструкции развязка сможет принимать почти 70 тысяч машин в сутки. Лишь сегодня избирательная комиссия Алтайского края озвучила результаты муниципальных выборов. Цифры, немного обновленные со вчерашнего дня, уже никого не удивляют. Безоговорочная победа партии большинства и низкая явка – вот главные тезисы прошедшего голосования. Как в конечном раскладе будет выглядеть новый состав Барнаульской гордумы и считают в избиркоме края явку действительно низкой, расскажет Мария Мацаева. Спокойный режим. Именно в таком формате прошли эти муниципальные выборы в Алтайском крае. Напомним, самые масштабные во всей стране. В этом году неожиданных сюрпризов или громких заявлений не было. И даже горячая линия была не такой уж и горячей. 11 сентября всего лишь 18 обращений поступили по телефону. И связаны они были в основном с тем, а как же найти свой избирательный участок или как проголосовать без прописки. 16,7% обращений в этот день, а именно три обращения, касались порядка голосования вне помещения. Время уже более позднее. Мы только вспомнили, что не вызвали урну для голосования нашей замечательной бабушке. Например, да? Как, куда позвонить, куда обратиться и так далее. Но, по словам Ирины Акимовой, одна подозрительная ситуация все-таки произошла. Не успел избирательный участок открыться в городе Барнауле. Всего лишь один единственный избиратель пришел. Первый. Замечательная женщина. Прекрасно. 8.20 утра. И опустив первые два бюллетеня в урну для тайного голосования совершенно пустую. Но сразу же почему-то вдруг кому-то показалось. Ну, наверное, потому что их два. Первые выяснили для нашего уважаемого наблюдателя, что не один, а два бюллетеня будут получать в Барнауле. Они разноцветные, большие. Добавим, что вчера в день выборов результаты голосования так и не огласили. Это объяснили занятостью председателя избиркома. Но сегодня окончательный результат такой. В Барнауле абсолютным лидером стала партия «Единая Россия». Она набрала почти 48% голосов. На следующем месте КПРФ и их 15,5%. Затем «Справедливая Россия за правду» почти 9%. Чуть больше 8% набрали партии «Новые люди» и «ЛДПР». Остальные голоса распределились между коммунистами России, партией пенсионеров, партией «Зеленых» и «Родиной». По всем 21-мандатным избирательным округам победившими кандидатами являются кандидаты, выдвинутые избирательным объединением политической партии «Единая Россия». Пороговый 5-процентный барьер преодолели только пять партий. Остальные представлять свои объединения в Барнаульской гордуме не будут. И среди уже известных лиц в БГД теперь появится партия «Новые люди». По словам экспертов, новых лиц в Барнаульской думе после этих выборов в принципе станет больше. Новых лиц было очень много в списке каждой партии в Барнауле. И при этом все они в большей степени находились в диапазоне от 30 до 40 лет. Вот как раз мы увидим молодую, обновленную думу города Барнаула. Как подчеркивает Ирина Акимова, большинство жителей города провели эти выходные по своему усмотрению. И речь сейчас идет не о голосовании. Поэтому, если сравнивать итоги 2017 года с выборами 2022 года, то явка отличается всего лишь на 3%. Поэтому, как говорят в избиркоме, говорить о тенденции снижения явки на данный момент не приходится. Мария Мацаев, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Так почему кампания прошла фоном не только для журналистов, но и для рядовых горожан? Можно ли ждать интриги от предстоящих губернаторских выборов? И готова ли оппозиция побеждать? Представители политических партий и политологи обсудили эти вопросы в рамках дискуссионного клуба «Точка зрения», который организовала Сибирская медиагруппа. Безоговорочная победа за партией власти. Почему? Говорят, сделали выводы после прошлой кампании 2021 года и сплоченно работали. В том числе это консолидация общества вокруг президента и правящей партии. Рейтинги партии, как и в стране, подросли. И это в том числе нам тоже помогло в достижении итогового результата. Оппозиция признает, поставленные цели не всеми достигнуты и называет причины. Ожидали явку чуть выше. Говорить мы об этом будем, потому что, простите меня, из 500, почти 20 избирателей, мы видим сегодня на участках 70. Ну и, наверное, дальше уже и не добавить, и не убрать. Не смогли мы убедить избирателей, наверное, поверить в то, что, в принципе, выборы местного значения на многое влияют, и нужно прийти на избирательные участки. Избирателю становится менее интересна выборная история, сам выборный процесс, гораздо меньше доверия, в принципе, к институту выборов. Низкую явку признают и политологи, хотя, говорят, ожидали большего. А многих кандидатов люди просто не знали. Какие уж тут интриги. Для них эта кампания где-то фоном прошла, ритуал. И поэтому в этом плане и результаты показывают чисто мобилизационную возможность, там кандидаты и партии, ничего больше. Очередная кампания не за горами. Губернаторские выборы. Пока и они интриги не предвещают. Хотя варианты внести изюминку есть. Я не представляю, какой погром будет в этой Бакалеи, если ввести пункт против всех и обязательный порог явки. Вот тогда наши, в том числе и финансово заряженные кандидаты, будут бегать, как ошпаренные. Мобилизовывая технологов, мобилизовывая население. Я не знаю, устраивать хороводы, пляски, сжигание там, я не знаю, чучел образа врага. Смотрите, что мы можем сделать и о чем фракция «Россия за правду» однозначно, с учетом этих выборов, будет договариваться со своими коллегами по позиции. Раз, это снижение муниципального фильтра. У нас он 7% плюс 10% это районы города. До 5% мы можем снизить. Второе, введение самовыдвижения. Выдвигаем кандидата, единого кандидата от позиции поддерживаем. А готовы ли оппозиции объединяться? В ходе дискуссии оказалось, что не очень. Мы знаем, что прекрасно, если нам получится собрать муниципальный фильтр, то сразу же и СР, и ЛДПР, и всем остальным помогут с муниципальным фильтром «Единая Россия». И будет, в принципе, повторение избирательной кампании, наверное, сегодняшней. А надо помочь? Это запрос. Это уже голос победивших на нынешних выборах. Денис Голобородько уточнил, что вопрос снижения муниципального фильтра не рассматривается. Для нашего края 7% вполне оправданная цифра. И тут же добавляет, а хочет ли оппозиция той самой победы на предстоящих выборах? Готовы ли они возглавить регион? Не то, чтобы коллег хотел бы обидеться. У них многие профессионалы и с большим опытом, и политическим, и административным. Но не знаю, есть ли сегодня такие коллеги, и готовы ли они, и надо ли им оно. Самый главный вопрос. Так что будет ли интрига на губернаторских выборах, вопрос пока остается открытым. Как говорится, время покажет. Но в одиночку оппозиционным партиям пройти муниципальный фильтр для выдвижения кандидатов на пост главы региона будет очень непросто. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. В один из городских автобусов не запустили пенсионера. Накануне в час пик маршрут номер 20 оказался переполненным, и пожилого человека буквально вытолкнули из салона. Инцидент попал на видео и уже облетел соцсети. На нем видно, как мужчина пытается войти в транспорт, но его не впускает кондуктор, который, цитата, «контролирует наполняемость». Пенсионер в автобус так и не попал, а на работника транспорта в сетях посыпался шквал обвинений. Сегодня ситуацию прокомментировал профильный комитет города. Сообщается, что руководство маршрута провело со своими сотрудниками разбирательство, а также инструктаж по вопросам культуры обслуживания пассажиров. Власти подчеркнули, что попавшие в сеть видеозаписи не полностью фиксируют инцидент. Со слов линейных работников, кондукторам было озвучено, что в связи с предельным наполнением салона пассажирами в час пик, автобус осуществлял только высадку пассажиров. Следующий автобус следовал по расписанию и пребывал на остановку через пять минут. И пассажирам было предложено воспользоваться им. Тем не менее, пассажир пытался, вопреки озвученному требованию, войти в салон автобуса, при этом оскорбив линейного работника. Ситуация непростая, доля правды есть у каждой стороны, но реакция барнаульцев на инцидент была, мягко говоря, предсказуема. Мы провели опрос среди горожан и узнали от них напрямую, что проблема попасть в автобус существует не только с названным 20 маршрутом. Я езжу на 80-м. Самый плохой маршрут, который долго надо ждать. А сколько ждете на остановках по времени? Ну, бывает вот и минуты и по 20 стоишь. Иногда даже больше. В выходные дни вообще по полчаса стоишь даже больше. Можно я сравню, да, как селедку. Вот так вот я езжу, это невозможно. Люди друг на друге буквально стоят. И пробки ужасные. Я вот езжу на Сулеву, там 60-е дадут вот этот маленький. И не залезть. Ну, по-русски так сказать. Вот представляете, люди, а зимой что будут одеты люди? Ну, вот вообще кошмар. А теперь новости из Наукограда. От классического учреждения к библиотеке нового поколения. В Бийске сегодня своей дверью запахнула детская библиотека. Она стала модельной и теперь будет работать в новом формате. В каком именно, расскажут мои коллеги. Именно с этого момента жизнь детской библиотеки в Бийске кардинально изменится. Она прошла серьезную модернизацию и стала модельной. Говоря простыми словами, образцовой. В библиотеке все новое. Вот вы не поверите, пришлось расстаться со старой мебелью. Оборудование у нас и так его, в принципе, не было должного. Списан фонд. То есть мы почистили фонд очень колоссально, чтобы освободить полки под новые книги. По национальному проекту культуры учреждение получило 5 миллионов рублей. Но перед тем, как навести здесь красоту и поставить новую мебель и технику, город помог выполнить капитальный ремонт. На это ушло почти 6 миллионов рублей. В здании, которое не видело ремонтных работ почти 50 лет, заменили все системы жизнеобеспечения. Отопление, освещение, сантехнику, двери, пол и потолки. Я очень любила здесь находиться, даже когда она была не так уж и новая. Но теперь мне так нравится здесь. Я очень здесь люблю находиться. Я всегда любила детские библиотеки. Здесь можно и почитать, и теперь поиграть, заниматься творчеством. Все здесь можно делать. Все интересно так. Конференц-зона, сцена, компьютеры и доступ к национальной детской электронной библиотеке. Появились уголки для малышей и подростков. Есть уютное место для ожидания, пока дети зачитываются литературой. А ее здесь очень много. Получено более двух тысяч книг. Мы, Молкоград, и, наверное, первые шаги, такие основные шаги, которые мы должны делать, именно модернизировать нашу социальную сферу, систему образования, библиотечную систему. Это залог того, что мы будем в дальнейшем в Российской Федерации флагманом, который, по сути дела, будет диктовать новые технологии, новые идеи на пути развития нашей страны. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут увидеть космос, Эрмитаж и даже Елисейские поля. Перед нами библиотека нового поколения. И такой статус позволяет выйти на следующий вектор развития и войти в проект «Гений места». Это проект такого направления, как креативные индустрии, когда на базе библиотеки формируется команда детей, молодых людей, которые обучаются различным компетенциям. Каким библиотека выбирает это направление сама? Это могут быть дизайнеры, блогеры, музыканты. В общем, в зависимости от выбора той команды и тех интересов и компетенций, которыми владеют сами люди, работающие здесь. Сегодня детскую библиотеку, так сказать, поставили на рельсы. А в скором времени здесь также появится инфраструктура для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. День с толком. Отопительный сезон в Барнауле начнется примерно в 20-х числах сентября. В этом году на его подключение, кроме погоды, повлияет также перенос теплосети на мосту на новом рынке. Работы там планируют закончить 15 сентября. После чего тепло придет в дома. К слову, СГК готова подключить отопление досрочно, но воспользоваться такой возможностью могут учреждения социальной сферы – школы, больницы и детсады. Для этого нужно обратиться в теплосетевое подразделение СГК, направить письмо с заявлением по адресу, который вы видите на экране, или на электронную почту. Отобрать очки у лидера еще и в меньшинстве. Футболисты «Динамо» Барнау здорово порадовали своих болельщиков. В матче против фаворита первенства «Тюмени» смогли забить первыми. Но даже это не главная интрига встречи. Внимание к игре было приковано еще до стартового свистка. Поединок начался в 2 часа дня. Почему так рано, расскажет Дмитрий Дроздов. Рабочий день, 2 часа дня. Футбол в такое время обычно не начинает. Но в этот раз все по-другому. Игра Барнаульского «Динамо» с футбольным клубом «Тюмень» сразу организовали с особым условием. Пинать мяч начали в 2 часа. Под предлогом раннего выезда соперников. Правда, в спортивном сообществе тут же начали рассуждать об освещении на стадионе. Вернее, его отсутствии. Дело в том, что стадион «Динамо» со скрипом получил аккредитацию на работу. Ему присудили третью категорию. Это означает, что начинать игры здесь в сентябре можно не позднее, чем в 16.30. Освещение здесь вообще не включает. Точной причины такого положения от руководства клуба мы не услышали. Но замены прожитеров не происходит. Вероятно, у «Динамо» нет денег на ремонт. На перекор всему счет на табло в пользу «Динамо». Хотя перед игрой только ленивый не говорил, что лидер первенства «Тюмень» возьмет верх. Даже удаление «Барнаульца» Максима Юрусланова не подбило настрой на игру у хозяев. Белоголубые присели в оборону и ждали шанса, сдерживая натиск гостей. «По факту ничья, да. Такие игры, такие игры, я хочу сказать, именно объединяют команду. Когда пацаны верят друг в друга, когда они поставятся друг за друга, когда болельщики видят, что нет равнодушных на поле, идет единение с болельщиками. Вот это радует». Самоотдача «Барнаульцев» не уберегла хозяев от пропущенного гола. «Тюмень» попросту дожала «Динамо» и с помощью рикошета смогли забить гол. Но на этом середине матча ни одна из команд не порадовала своих болельщиков еще одним мячом в воротах. Тюменцы, которые начали игру уже в качестве победителей, грусть не скрывали. «Где-то подспутно, мы уже, наверное, выиграли. Поэтому это некий урок нам, да. То есть нельзя там до игры, скажем, уже победу праздновать». «Барнаульцы» не проигрывают уже на протяжении четырех матчей. Но в турнирной таблице мы все еще на предпоследнем месте. Одна победа, три ничьи и четыре поражения. Следующую встречу «Барнаульская Динамо» проведет на выезде 21 сентября против дубля «Урала» из Екатеринбурга. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Я напомню, телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а через несколько секунд по традиции о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...